Кастлвания 3 Создатели поясняют, что будет место и сатири, а вообще проект перевернет представление зрителей о киношных вампирах. Утверждается, что сериал окажется очень качественным и станет чуть ли не первой качественной адаптацией игры. Деталей сюжета, впрочем, пока нет, однако, учитывая упоминание Кастлвания 3, можно сделать вывод, что действие развернется в 15 веке. Зрители встретятся с Драковой, Алукардом и Тревором Бельмонтом. Первый сезон появится в 2017 году, второй же сезон намечен на 2018. Джон Карпентер объявил имена сценаристов 11-го фильма из культовой коррор-франшизы «Хэллоуин». Ими стали Дэвид Гордон Грин и Дэнни МакБрайт. Грин также займет режиссерское кресло проекта. По словам Карпентера, зрители ждет самая настоящая революция и громкое возвращение Хэллоуина. В успехе Джон не сомневается. По его словам, от идей Дэвида и Дэнни у него буквально снесло крышу. Сам Карпентер выступит в качестве консультанта и исполнительного продюсера. Также Джон отметил, что готов написать к новому фильму и саундтрек. Напомню, Хэллоуин – классический фильм ужасов Джона Карпентера вышел в 1978 году. Главные роли в нем исполнили Джеймили Кертис, Дональд Плезенс и Ник Кастл. Лента спровоцировала появление целого жанра, получившего название слэшер. Добавлю, МакБрайт заявил, что не собирается вносить в фильм юмор. Как отмечается, новый Хэллоуин не ремейк. Картина в большей мере будет продолжением классического фильма Карпентера и его сиквела. Дэвид Гордон Грин, который намерен снять новый фильм, известен такими работами, как «Ананасовый экспресс», «Властелин разметки» и «Храбрый перцем». Премьера нового Хэллоуина состоится 19 октября 2018 года, через 40 лет после релиза оригинальной картины. В интернете появился трейлер будущего трэша с множеством крови, свиньями, усатой женщиной. А также там был Дэнни Трехо. Будущая картина, возможно, будет называться «Пули справедливости». Авторы запустили краундфандинговую кампанию на интернет-сайте. За помощь в сборе средств авторы обещают тематические плакаты с ограниченным тиражом или даже роль со словами в новом фильме. По словам продюсера, сейчас они собирают средства. Чтобы завершить фильм, им необходимо по меньшей мере 100 тысяч долларов. Первоначально фильм был ориентирован на интернет-формат. Но, как говорит продюсер, хотелось бы, чтобы конечный продукт добрался до больших экранов. Будущая кинолента будет сделана в жанре трэш. В киноленте будут активно задействованы как компьютерные, так и практические спецэффекты и грим. Скорость выпуска фильма будет зависеть от собранных средств, а сам показ будет также зависеть от дистрибьюторов. Авторы надеются, что в Казахстане фильм уж точно выйдет на киноэкранах. Отмечу по словам продюсеров, в российском интернете также очень много людей высказывают желание увидеть этот фильм в кинотеатрах. Джон Уик 2 шагает по кинотеатрам. Режиссер этого фильма, Чад Стахельский, переключил свое внимание на перезапуск франшизы «Горец». По словам режиссера, он хочет копнуть глубже в мир бессмертных и исследовать их мир. Новость для поклонников. Режиссер решил не использовать мифологию и вселенные из продолжений оригинального фильма. По его словам, как фанат оригинального фильма, он остался очень недоволен, что сделали с франшизой. От инопланетного происхождения до террористов. По его словам, в мире горца, кажется, были уже все сюжеты, и новый фильм должен быть принципиально другим. Также Чад Стахельский отметил, что франшизу убил второй фильм «Горец оживления» и соответственно расстроил фанатов первого фильма. Чад Стахельский сообщает, что не собирается объяснять, как они стали бессмертными. Вместо этого он хочет сосредоточиться на характерах и событиях, а также быть как можно ближе к оригинальной мифологии фильма 1986 года, а также расширить этот мир и никаких межзвездных путешествий. По крайней мере, потенциал с таким подходом у грядущего фильма есть. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!